Встречу с журналистами «Росатом» проводят ежегодно. В этом году она состоялась в главном медиа-центре города Сочи «Сириус», который построили специально по случаю 75-летия атомной промышленности. В новом инновационном пространстве в зале «Атом» собрались журналисты федеральных и региональных СМИ, будущие журналисты, студенты ведущих вузов страны Санкт-Петербурга и Москвы, а также блогеры. Встреча проходила в смешанном формате, часть участников задавали вопросы, находясь в зале, часть онлайн. Российская атомная отрасль давно вышла за пределы энергетики и оборонного комплекса. Сегодня ее ключевая задача – направить достижения отраслевой науки и высокие современные технологии на улучшение качества жизни людей. Почерпнул в своем выступлении на пресс-конференции первый заместитель генерального директора, директор по развитию международного бизнеса госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. Срез социальной ответственности, соответствие нашей работы целям устойчивого развития, он не только в том, как мы обустраиваем пространство вокруг себя. Мы за последние годы сформировали очень серьезный портфель продуктов и проектов, которые направлены, я бы так сформулировал, в целом на улучшение качества жизни людей. Сегодня в «Росатоме» сформировано 87 таких продуктовых направлений, дополнил Кирилл Комаров. Стратегические из них – ветроэнергетика, цифровой «Росатом», нефтегазосервис, ядерная медицина, аддитивные технологии, международная логистика, композитные материалы, умный город и обращение с отходами. Сфера экологии – одно из важных направлений деятельности «Росатома». Полтора года назад в соответствии с поправками федерального законодательства были определены структура госкорпорации «Росатом», федеральный экологический оператор была определена правительством страны как оператор по обращению с промышленными отходами первого-второго класса опасности. Среди проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба два находятся в Иркутской области – БЦБК и УСОЛИХИМРОМ. С августа 2020-го усольчане ежедневно в общественной приемной в группе ВКонтакте и в наших выпусках новостей узнают о ходе работ, который проводит федеральный экологический оператор. Первоочередные меры будут завершены в 2021 году. Одновременно разрабатывается комплексный проект по реабилитации всей территории Химпрома, на которой находятся шламонакопители, свалки промышленных отходов, загрязненные цеха, канализации с загрязненными веществами. При этом госкорпорация «Росатом» реализует комплексную программу по приведению в безопасное состояние и развитие территории города УСОЛИСИБИРСК. Необходимо разработать комплекс мер, которые обеспечат долгосрочное социально-экономическое развитие города. Жителей интересует новый завод, который появится на бывшей промплощадке, и вопрос об этом наша телекомпания на пресс-конференции адресовала Кириллу Комарову. УСОЛИСИБИРСК интересует вопрос, а когда, собственно, будет построен завод по переработке токсичных веществ, и, конечно, больше всего интересует, сколько у СОЛИСИБИРСК будет трудоустроено. Это будет абсолютно современный завод по лучшим, вообще просто мировым стандартам. От нас этого требует правительство в первую очередь. По численности работающих он, поскольку будет абсолютно современный, он будет не такой большой, но мы считаем, что на его стройке будет несколько тысяч человек работать. Это раз. Стройки самого завода. И, конечно, мы будем стараться в первую очередь местные компании привлекать к этому. А что касается самой работы, то я думаю, что там будет где-то в районе 400 работающих, и где-то еще будет человек в 500 смежных секторах, которые будут, собственно, обеспечивать этот завод, различного рода ему сервисы предоставлять, начиная от клининга и заканчивая поставкой продуктов питания для столовой. То есть мы так считали, что на круг мы сможем около тысячи человек у СОЛИ стабильно этой работой занять. Завод будут проектировать в течение 2021 года. Он будет перерабатывать те вещества, которые сегодня извлекаются на площадке. Акцентировал первый заместитель генерального директора, директор по развитию международного бизнеса госкорпорации «Росатом». На полную мощность в соответствии с дорожной картой завод должен запуститься в 2024 году. Но из-за необходимости поскорее ввести первую очередь, которая будет работать именно с ртутью, реализации займутся раньше, в 2022. Сам проект завода по переработке токсичных веществ будет представлять собой довольно крупные инвестиции. Это будет проект стоимостью более 5 миллиардов рублей с ежегодными налоговыми отчислениями. Понятно, что сразу все проблемы у СОЛИ-Сибирского, которые накопились десятилетиями, не иссякнут. Но две задачи госкорпорация «Росатом» уже сможет решить. Первая – очистят территорию промплощадки от химически опасных веществ. Вторая – дадут работу местным жителям. Кирилл Комаров также отметил, что эта работа прежде всего с химическими компетенциями и знаниями. Руководство «Росатома» надеется, что на новый завод у СОЛИ-Сибирского придут те горожане, которые когда-то работали на химпроме. Продолжение следует...